Я приехала с Дурином в наш офис. И знаете, как получается, когда ты в каждый день смотришь на цветочки, тебе кажется, что они не растут. А спустя две недели, как детки или как собачки маленькие, мне кажется, что они так сильно выросли. Смотрите, как красиво к солнышку тянутся. А вот там дома мы не успели посадить цветы. Все эти питуньи, их уже нету в продаже, потому что сезон был немножко раньше, поэтому мы их не находим в магазинах. Думали поехать в Салцбург, в Австрию, привезти себе оттуда. Тиролези называются на румынском. Такие тоже питуньи, герань, которые текут ручьем вниз. И получается, что как стена просто. У нас были в Топлице раньше, так они, девочки, примерно на полтора метра выросли вниз. Просто стена такая из цветов. Обалденно, красиво смотрится. Вот и в этот бидон такой горшок мы посадили. Ну вот это немножко завяло, надо ее почистить. Ну, в общем-то, я довольна результатом. Привет, Тусики. Я здесь. Я приехала в офис, чтобы возобновить контакт с одним человеком, который нам давал контракты в самом нашем начале в Германии. Это было 8 лет назад. Я же говорю, что я здесь практически 2 года. Но теоретически мы сняли здесь квартиру 8 лет назад, сразу после замужества. Тогда мы и начали здесь бизнес. И вот наши контракты мы получаем через посредников. Здесь так заведено в Германии. То есть есть люди, которые находят контракты. Ты же, грубо говоря, не ходишь по улице, видишь кран. Дай-ка я постучу в ворота и спрошу, не нужны ли вам там мастера, мы хотим у вас работать. Нет ли у вас работы для нас? Конечно же нет. Это все делается на таком уровне. Фирма с фирмой. Вот такая вот коллаборация. Поэтому мы ищем человека, который нам помог вначале. Он хотел с нами работать, но мы хотели поменять свою сферу деятельности. Вернее, немножко сдвинуть ее на север. Потому что там и цены были лучше, во-первых. И во-вторых, наши все люди, мы там нашли им квартиры. Было легче и дешевле их там содержать. Поэтому мы брали контракты только на севере Германии. В Дюссельдорфе, в Гамбурге, в Кёльне, в Берлине. А сейчас, так как у нас появился новый работник-переводчик, то есть мой сын. И мы хотим, чтобы он жил у нас дома. Поэтому мы решили взять сначала один контракт. У него все получилось. Он хочет продолжать работать на фирме. Поэтому сейчас уже он подходит к концу. То есть контракты мы хотим еще несколько. Поэтому ищем людей, которые нам могут найти хорошую работу. За всю абсолютно работу мы не беремся. Только за хорошо оплачиваемую. Потому что мы на этом уже собаку съели. Знаем, что есть такие фишки, которые, когда тебе отправляют ценовое предложение, нужно внимательно на несколько деталей смотреть. И мы уже знаем, на что смотреть. Сразу говорю, что в квартирах мы не работаем. Мы не делаем сервис. Так что не могу вам помочь, если вы в зоне Мюнхена или в других городах и хотите там обустроить свою квартиру. А я говорила, что мы делаем отопление и сантехнику. Мы работаем только в больших зданиях. Как больницы или, допустим, большой дом, который сдается в эксплуатацию. И там нужно сделать сантехнику и отопление. Но речь идет о 50 квартирах. И мы там устанавливаем не только унитаз и ванну. То, что вы видите снаружи в ванной комнате. А вот все эти трубы, которые вот сзади скрыты от глаз людских. Видите, как мне сложно говорить из-за вот этой бяки, которая у меня сейчас на губе. Здесь мои работают. А здесь вот у нас стол для переговоров. Будем сейчас общаться. Надо, конечно, обустроить это помещение. Но, знаете, как всегда, деньги нужны для чего-то другого. По приоритетам выше другие вещи. Здесь нужен какой-то шкаф для принтера. Это старый принтер. Там у нас уже новый этот остался. В квартире. Ну, не в квартире, а дома. У нас другой принтер. Еще хотела ответить на несколько вопросов. Первый вопрос насчет кругов под глазами. Девчонки, они есть у меня. И всегда были. Но совсем чуть-чуть. На камеру это как-то в 3-4 раза более акцелерировано, что ли. Намного больше заметнее. Особенно, когда я снимаю на вот эту вот маленькую камеру. Это жуть какая-то. На камеру почему-то они кажутся синюшными или припухшими. Вот эти два участка под глазами. Но это дело света. Честное слово. Может быть, и моя терапия это как-то подчеркивает. Или это какая-то побочка. Может быть, в последние дни немножко, немножко, немножко эта проблема подпрыгнула вверх. Потому что, ну, все-таки, ибранс – это достаточно тяжелый медикамент. Согласитесь с этим. Но не сказать, что у меня как-то изменилась зона под глазами. Вот в худшую сторону, кардинально, вот в течение этих трех месяцев, с тех пор, как я начала принимать ибранс. Нет, все нормально. Просто свет такой. Девчонки, я вообще хотела предложить. Снимите себя на камеру. Вот честно вам скажу, как только камера включается, во-первых, ты начинаешь себя лапать, как какая-то чокнутая. Когда начинаешь трогать свои волосы, вот ради эксперимента снимите себя на камеру. Почему-то человек, хоть у меня нету никаких эмоций, я свободно говорю перед публикой. Но когда включается камера, ты хочешь сконцентрировать свои мысли, чтобы идея была начата и закончата. И поэтому ты начинаешь как-то буровить, психовать, что-то там трогать. Наверное, так, ну, я не знаю, может нервный тик какой. И всегда на камеру вы просматриваете потом видеосъемку, и вам кажется, блин, неужели я, блин, такая, что у меня здесь виснет, что у меня здесь эта морщина, что я лоб морщу, что у меня эти круги под глазами. Потому что современные камеры, они передают изображение в каком-то, не знаю, неимоверном формате пикселей. Техника сейчас, ну, типа продвинутая, и это показывает наши дефекты больше, чем они есть на самом деле. Поэтому нет таких прямо больших и синих, черных, надутых кругов под глазами. Спасибо, что вы переживаете. Может быть, в последние несколько дней я плохо спала, потому что мучает гад, афтит. Но в общем и в целом я сплю достаточно хорошо. Я не принимаю никаких антидепрессантов, никакого там ксанокса для сна. Я справляюсь. Спрашивали меня девочки, есть ли я хожу к психологу. Нет, я не хожу, и я начинаю задумываться, когда мне пишут такие комменты. Не то, что я запрещаю их писать. Слава богу, что мне кто-то пишет, значит, есть реакция, значит, канал живой. Но мне кажется, что раз человек сам справляется, я как-то участвовала в санаториуме, где лежал Дурин. Там был такой тренинг психологического характера, такой, знаете, подбадривающий характер был у этого тренинга. Он нес в себе задачу, ну, немножко подбодрить всех участников. Я пошла туда с Дурином, и мне показалось, да, там был специалист, видно было, что он хорошего профиля. Но мне показалось, ну, да, ну, классно, ну, как бы вышла оттуда, и как бы то же самое, все это вроде бы я знаю, только то, что мне говорит, это чужой человек. Пока я не испытываю потребности ходить к кому-то и плакаться в жилетку, хотя я современный человек, я понимаю, что иногда психолог или даже психотерапевт нужен обязательно. Это совершенно не стыд, на тебе совершенно не стоит потом, после этого клеймо, что ты какой-то там шизофреник или псих или ненормальный. Я же адекватный человек, и все это понимаю. Просто я сейчас считаю, что я справляюсь и без него. Если мне нужен будет, я, конечно же, обращусь за его помощью. Но сейчас это лишняя трата денег, потому что я даже антидепрессанты не беру, я же говорю, что у меня бывают панические атаки. Многие не поняли, думают, что у меня панические атаки, когда я лежу в аппарате от закрытых пространств. Нет. Я проходила очень много обследований, потому что мой анамнез болезни, история болезни, она уже долгая. Я очень много проверок проходила, мне вообще не страшно лежать в том гробу, мне страшно лежать в том гробу, задерживая дыхание. И меня девчонки успокоили, что все-таки, смотрю, в большинстве случаев, все говорят, что нужно задерживать только на 10 секунд. Я так полагаю, что вот у меня складывается впечатление, что у Карины, к той, которая меня записала по-срочному, то есть я позвонила, она говорит, прям сейчас приезжай, что у них какой-то, может, старый аппарат, может, какие-то там, не знаю, так установили этот аппарат, чтобы вот 30 секунд, я не вру, я потом переговорила с Кариной, и говорю, Карина, ты мне сказала, что нужно задерживать дыхание, я вообще не переживала, а когда я туда легла, думаю, что забыли, блин, дать команду дышать или что? И я, наверное, начала паниковать из-за того, что один раз не получается, я же смотрю, что мне еще не дали команду дышать, а я уже там немножко воздуха там подхватила, и я начала психовать, что исследование будет неправдоподобным, и поэтому, наверное, все пошло на смарку, не то, что все пошло на смарку, но в конце мне врач сказал, что есть некоторые фотографии, они же там фоткают, которые немножко размыто там все видно, но они смогли снять мерки моих нахлебников, поэтому, ну, в общем, и в целом все нормально было. Вот, насчет этого, насчет татуажа бровей и губ, я уже говорила, что нам, девочки, можно, во время химиотерапии я бы не советовала, потому что может мигрировать цвет, там может посиневеть, позеленеть, а после можно. Да, многие говорят, а зачем делать после, все равно отрастут брови, конечно же отрастут, у меня просто татушка была до химиотерапии, потому что я выщипала, сделала себе такие бровки, знаете, ниточки, еще практически в детстве, и потом они перестали расти, поэтому я вот себе набила татушку еще давным-давно, а вообще я тоже против, если у моей вальки такие шикарные, густые, знаете, кустарники, то я против таким девчонкам набивать что-то себе на лице. Зачем? Все-таки это тоже как под шаблон получается, да, ну а что тебе сделают? Ну, как бы все равно пытаются форму подобрать по твое лицо, по твой возраст, по твой цвет волос, но это все равно шаблон, потому что это вот нарисовали. Но чем вообще ничего, я считаю, что и то хорошо, чем вообще без бровей ходить. Я ходила одно время без бровей, я смотрю сейчас фотки, ржач на капец, уписываешься. Все, думаю, закончить-закончить видео, потом вспоминаю еще кое-что. За коврик мы решили, вы все, ну, большинство девчонок сказали, что надо коврик, потому что будет уютнее, я буду его покупать. Кстати, у Вали сегодня, когда я снимаю видео, возможно, оно у вас будет завтра, у нее экзамен, бакалавр. Все сложно в условиях коронавируса, но мы справимся, и через неделю она будет уже здесь. Здесь проверки мои в начале, ну, несколько проверок, скажем, от начала до 10-го числа, июля. И потом будет видно, как у меня там будет эта же терапия или другая, конечно же, очень сильно хочу, чтобы нахлебники уменьшились, и чтобы я осталась тоже на этой очень удобной терапии, одна таблетка и гуляй, Вася. Но как будет, так будет, судьбу не изменишь, поэтому думать о том, что будет послезавтра или через месяц, это, конечно же, бред. А насчет ибранса, хочу еще один раз подчеркнуть. Конечно же, если она не поможет, не дай бог, не дай бог, тогда можно сказать, что эта терапия сложная. Именно такая, знаете, вроде бы, да, технически говоря, треснул таблетку и расслабон, но если по факту, конечно же, есть побочки, конечно же, есть усталость, конечно же, хочется постоянно спать, сил нет, эликоциты падают, из-за этого выходят разные гадости во рту, волосы падают. Но это, понимаете, данность, если она начнет помогать, тогда я бы уже, знаете, вот когда тебе дают хорошую новость, говорят, терапия помогает, тогда тебе кажется, да, ну нафиг, легкотня по сравнению с химиотерапией, это легкотня. Если тебе преподносят плохую новость, что тебе она не помогает, думаешь, блин, значит, все мои усилия зря, понимаете, вот как психика человека, она, сегодня ты можешь думать так, а завтра ты можешь думать по-другому, учитывая новости, которые ты уже узнаешь завтра. Это как с маньяками, вот смотришь, человек ходит, ходит, все его считают, что он нормальный человек, выглядит как ботаник. А уже после, когда узнают, что он там замочил 20 женщин, начинают анализировать, особенно если есть его старые фотки или съемки. А, вот как он прищуривался, а это маниакальный знак, а по глазам все видно, что у него были там какие-то идеи долбанутые в голове. Это все видно, да уж пороже, вот на роже написано, что он маньяк, хоть он и выглядит как божий одуванчик, понимаете. Так же самое и насчет терапии. Если она тебе не поможет, то, конечно, ты будешь говорить, что, ой, это так все тяжело, но мне не помогло, да ну нафиг, лучше бы вообще не делала. А если тебе это поможет, помогло, значит, ты говоришь и подбадриваешь всех остальных, что не переживай, это все легко, главное выздороветь и т.д. и т.п. Спасибо. Спасибо. Спасибо.